Так, теперь дальше продолжим сейчас. Тема одна такая. В России есть Татарстан. И там есть город Болгар. Болгар. И там в храме служит отец Владимир Головин. Владимир Головин. В моей фамилии, в имени что-то заключается все-таки. Сейчас обнаружено, что у него и образования нет. Пишут так. Так или так, я не знаю. Вот говорят, а вот он такой, он очень известный. И он призвал заключать как бы союзы. Люди молятся так, молитва по соглашению. Запомните два слова, молитва по соглашению. А потом стали люди договариваться, что-то отчисляют деньги, там что-то с деньгами связано. И вот он ответ дает. Комиссии были назначены патриархией. Ни одна комиссия ничего не решила. Мне это очень близко и понятно. Но у меня сколько было комиссий на книги на моей? А 15 лет это все-таки срок. За 15 лет можно было уже три университета кончить. Книги не просто так, а в археально-сцензорские отделы Кемерово, Тула. Отправлено было книги в монастырь Одесский. Оттуда переправили книги, участвовали профессора. Это мне оттуда же сообщают. Где Киево-Пещерская лавра, это центр православия. С моими книгами. И ни слова, нигде. Ни одного слова мне никто не прислал, не вызвали никуда. А другие отвечают, а что они вызвали, что они самоубийцы. Но у меня обвинения другие. Первое, я не признаю монашество. Они выдерживают слова. Я не признаю монашество в том виде, в котором оно пришло. Они дать это не добавлять. Я за монашество. Вот я сижу, две руки поднял. Мона означает один. Монолитное сооружение. Монолитное. Не блоками собранное. Мона один. А поле это полимерное, это много. Полигаммное, то есть много жжет, много гужей там или как вы понимаете. Так вот, когда мы начинаем смотреть, в чем они обвиняют отца Владимира, именно в этом. И нападает там Новосибирский Новопашин. Я его даже встречался, знаю. Видимо, от Борки там участвуют. И они говорят, это жиды, кто нападает. Он очень популярный. Народ простой его любит. Отовсюду едут делегации, едут паломнические группы. Везде. И обвинений против него много. Но главное то, что молитва по соглашению. Он говорит, вот об этом говорит Иоанн Златоуст. Вы против? Василий Великий, Грек Севик, Блаженный Августин. Он перечисляет всех. Все правоставлено молитвом. Как вы можете против-то? А как по соглашению? Ну вот мне звонит кто-то. И говорит, вот у меня большая беда сейчас тут. На днях только мы было. Кто звонил, попал в аварию, то ты говорил там. У Сергея, у мамы его крестные. Вот так. И мы сразу, если он на нас выходит человек, я им пишу сразу. Так, сейчас же, через пять минут мы становимся на молитву. Согласны? Нет? И молимся вот так вот. И покажу. Показываю молитву, я ему скидываю материал. Мы молимся, царю небесную утешку, доча наша. И потом сто поклонов. Десять поклонов Христу, десять Божьей Матери. Говорим покоем, опором. Сделай там молитву. Десять ангел-хранителем, десять Иоанна Крестителя, десять Никола Щедотворец. А отдельно десять пророкам, ангельским, бархангельским силам, апостолам и евангелистам, мученикам, мученицам, семь святителям и женам и девам. И получается сто поклонов. И потом своими словами. Вы согласны? Согласны. Это по соглашению. У меня по соглашению эти молитвы уже полвека идут. Но это так незаметно. А у него широко, и люди объединяются, читают псалтыр непрерывно. Один читает один псалом. С трех часов до четырех. Вот мне один пишет, говорит, у меня вот эти псалмы, я читаю каждую ночь. Правду устаю, говорит, но никуда уже договорились. У нас это было, когда вот умирает кто-то, мы, наверное, муха, она разбивает тому, как молиться такое. Псалтырь. Псалтырное чтение. Но это не запрет. Впротив, тот, кто не молится. Мы когда поймали здесь воров, ваш брат Кирилл потрудился здесь, и сразу же называется дизлайк. Дизлайк, то есть отрицательный знак, минус. И сразу же вышел там 57 человек. И все говорят, ну, еще 57 воров вылезло. Ну, раз они заступаются, мы плохие, это же, ну, вор за вора. Вор за вора, говорит. Он его видит издалека, рыбак-рыбака. Вот точно такое и здесь. Я, мы сейчас вот вернемся. Если Господь благословит мне до дома дойти, у меня уже материал готовый. Я на него вышлю, чтобы ему передали, отцу Владимиру. Нападений много. И вот он говорит, на что нападает. Он говорит, комиссия была, да, вот такая. А почему комиссия с такого места? Меня не вызвали. Ну, в одном месте было, опять ничего не было. Решений никаких не было. Он в патриархии находится, московской. Народ от нас сюда идет, у него храм хороший. И обвиняют, что он там где-то показал, гроб себе сделал. Слепию сюда так делали. Еще он сделал себе дворец какой-то. Гроб. Гроб, могила показала. Это в шитях святых, чтобы... Князь говорит, я развеселюсь когда... А слушатель говорит, ты мне скажи, владыка, а там могилы готовы, вот эти, по-другому, куда я... А я, стоп, за здравие. А какое здравие-то? За упокой. Ну, я в примеру говорю. И вот на него эти нападки. И вот... А до этого было так. Год назад примерно, одна женщина, видно, что корреспондент какой-то хорошо говорит, там платочки. И она ему говорит, отец Владимир, К вам со всего мира люди едут, вы говорите, вас слушают, он в храме, служба кончится, народ не расходится, он заше садится, и вопросы все изъясняют, как есть, он близкий к народу. Ну вот гордость к вам подходит, он говорит, гордость приходит на том, что есть, а у меня ничего нету. Вот я знаю про победники, начинает говорить, вот хорошо, патриарх Кирилл говорит, Алфею, и фотографии его показывают, как он говорит, там так, в интернете показывают. Вот говорит Ткачев Андрей, много говорит, Осипов Алексеев, Ильич, профессор где-то, а еще есть один человек, горячий, все говорит, и места описания где, это лаптин и гнатин. Вот тех назвал то, что их знает, они там грамотные, а это ничего не грамотно, а еще грамотно, это и нету. Ну горячий, все как, вот им, да, а у меня еще этого нету, я чем гордиться-то буду, я и говорю. Я вообще делаю и делаю. Вот выступление его, у меня есть это, но я в долгу перед ним, это одно, а во-вторых, несправедливо нападает. Сейчас нападает, и уже комментарии дали, кажется, 670 человек с разных стран мира, отец Владимир, а ему сказали убрать из интернета свои ролики. Это мне тоже, как бы, ставят, но мне не говорят, но подбивают. Он говорит, это невозможно. Если бы была одна книга, я дал и сказал, отними книгу назад и сожги, это можно. Но люди-то копируют и рассылают, я говорю, я не знаю. Ну, допустим, у меня стоял один ролик, а сегодня говорят, этот ролик, они размножены уже на 150. А техники другие берут, они скачивают себе, ну, копируют. Книга, если у нас я ее перепечатал, сейчас книгу перепечатаны. Только кнопку нажал, и вся книга на столе лежит уже. Если вы не знаете, я вам говорю. Вот он записывает, Володя, сколько у нас там гигабайт заходит. Ну, короче, один диск, вот я посылаю, а там, вот такой диск, тысячи гигабайт. А ты знаешь, что такое гигабайт? А один гигабайт, это тысяча гигабайтов. А один мой дома такого-то, занимает полтора гигабайта. Это 800 книг, 800 в одном гигабайте, еще 800 миллионов. Миллион на таком диске помещается таких книг до одной запятушки, до одной точки. А миллион мы даже это не знаем никогда. Тебе бы дали сказать, вот там горох лежит, пересчитай весь твой. Тут до миллиона, меньше нельзя. И ты тут умрешь, засчитаешь. Никогда. Миллион это очень много. У нас один парень, а я миллион знаю, деньги. Я говорю, давай, если ты сейчас не досчитаешь, то ты перед всем народом скажешь, что ты трепло, врешь. Нет. Ну, я говорю, ладно, на день считай. А ты спишь, он читает на 100, спишь, когда 6, снова 100, 10 спишь, это тысяча. Ну, до обеда, если у тебя будет, 50 тысяч, покормлю, более. А по-другому кормить тебя не буду. Ну, чего, невестно, что он до обеда не досчитал. Без обеда, а сам солидный парень. Дальше считать нет, не досчитать. Я говорю, так ты еще до 100 тысяч не досчитал. Тебе неделю надо будет перебирать в пищке. Тогда вышел, я солгал, я неправильно сказал, миллиона нету там. Миллион, миллиона там много. Если считать по одному вот так. Тебе бы дали сейчас монеты, сказал, порублю, считай все твои деньги. Если на миллиона досчитаешь за день, то твои. И все, тебе никогда машину не посчитать ничего, не досчитать. Ты не можешь вот так вот считать, да и устанет язык. И вот я это все просмотрел сейчас, до конца не дослушал. Ну, не успел. Дальше послушаем. Все скопировал, думали, могут убрать. И вот, его попросили убрать. Он говорит, это невозможно. А молитву по соглашению? Молитву по соглашению всегда были в народе. Просили друг за друга молиться. Я всегда по соглашению. Вы согласны? Весь германии звонит, там внук на операцию. А вы согласны? Да. Согласны, все, начинаем молиться. Они там есть. Так, я встаю на молитве, я говорю, я уже на молитве. И начинаем молиться. Помолились. А у Бога, Бога живого, живой ответ. Живая молитва, от живого человека живой ответ. Мы только сейчас помолились. И человек, ну, полчаса проходит и говорит, операция успешная. А она мне звонит, один внук, и на тяжелой операции сердца. Я говорю, и что ты ждешь? Ну, вот, чтобы, я говорю, еще не молились, я тебе за радость скажу. Вот, прямо на операцию умрет. Ты согласна молиться? А откуда вы знаете? Так зачем вы так звоните? Из Германии звоните. Нас люди говорят, что вам Бог отмечает. Из Италии звонят, те же слова. Откуда мне знать? Ну, он умрет. Молчит по телефону. Так молиться или не молиться? Ну, ладно, давай молиться. Давай молиться. Я ничего не знаю, я просто тебе сказал, подготовил. Я не буду просить здоровья. Я буду просить воли Божией. Воли. А воля такая, когда умер молодой, люди-то думают, а Господь у вас сидит из среды, чтобы не развратился ум его. Его там задавило, его убило. Но мы не можем знать. Это воля Божия. Я волю Божией прошу. Но воля Божией была? Была. А операция прошла, 6 часов почти была. Ну, а дальше что? Температура, он сгорает. Помолитесь еще. Говорились опять молиться. Помолились, а значит, через полчаса температура поползла вниз. Может, не при чем-то молитва? Ну, вы просили. А я признаю, что это Бог. Молитва ничего не значит. Значит, ответ Божий на молитву. А молитву это слова только одни. Бог независим от этого, но Он говорит, Бог, благодарите за все. Умер, ожил, родился. День смерти, лучший дня рождения. Зачем это было сказано? А мы поздравляем, поздравляем, у тебя сын родился. А почему не поздравляем, что сын у тебя умер? Если это лучший день смерти, лучший день рождения. Мы эти слова не можем выбросить. Вот я сейчас думаю, написать, ему передаду. Он летом хотел приехать сюда. На хрещение, с делегацией своей. Ну, видимо, вот это вот его сейчас мнут со всех сторон. Эти миссионерские отделы. Отдел миссионерский. А я им показал, миссионерских отделов быть не может. Это подмена сатаны. Можно создать отдел яблочек, яблоки собирать. Отдел гороховый. Горох выращивает, между прочим, унимительный горох. Вот такой росы, все стручки и стручки идут. Дай Бог здоровья тому, кто дал тебе и тебе. А благовестнический, певщицкий, это можно. Но миссионерский нельзя создать. Почему? Это труд Духа Святого. Ты можешь участвовать в нем. Тебя Бог может сделать миссионером, но тогда ты уже на своем ничего не можешь сделать. Ты все время должен на молитве быть. Раз и опять, а как Богу угодно, не угодно. Миссионерский отдел, это Ярм Задоус говорит, это труд Духа Святого. И не деяние апостолов надо было назвать, а деяние Духа Святого, когда они пошли. Он говорил проповедь, неграмотная рыбаха, где ты еще обратилась. Это нельзя сделать. Это Бог входит человеком и показывает, что ты вот кто. Тебе надо обратиться, принять Христа. Жертва Иисуса моет тебя, за тебя принесена. Ты этого не видел? Когда беседуешь с человеком, а он стоит и издевается. Папироса во рту, да еще и в руках бутылка. Еще я не хочу говорить, он папиросы порвал, а бутылка Ахмапасанок разбил и больше в рот не берет. Тут же у столба его Бог обратил. Это Бог делает так. Это невозможно. Меня следователь допрашивает. Маленько проходит время, еще я сижу, а он уже принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы, полковник вызывает, умер по-христиански. Это Бог делает. Человек, я могу сто раз с ним говорить, он расположен ко мне, помогает мне. А сам не с места. Почему Бог? Когда Господь коснется души его, и он сам попросит молиться. Я говорю, давай молиться, помолимся. Я ему сейчас перейдем, только владеем, а звать голове. Вы согласны? На молитву по соглашению призываю, согласны? Как вернемся, дома помолитесь. Эта молитва занимает не так и много времени. В среднем 7 минут. Семикратно в день. Он говорит, приняли решение молиться семикратно в день. А мы уж молимся полста лет. Это где написано? Псалом Давида 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. 118, 164. Возьми эпиграфов. Давыд, я за того сговорю, при множестве дел у царя идут люди, посольства. И он находил время семикратно в день. Но может не каждый день. А мы-то, тем более пенсионеры, нам и уже на роду написано это. Молиться? Его обвиняют, главное, за молитву. Меня-то обвиняют за мощи, я не признаю. А я говорю, мощи, счастье надо захоронить. Господь сказал, прах, ты прах возвратишься. Это Божье повеление. А у него-то обвинение такое, что там отбивать сегодняшнюю молитву. Как против молитвы? А вот по соглашению люди там деньги отчисляют. Это что, плохо? У нас никто не отчисляет. А у него сделано так, чтобы для продления дела там или храм строить, я даже не знаю. Но ничего этого обвинения в него не подтверждается. Одесса, Владимир Головин, город Болгар. Московская патриархия. А люди говорят, это патриарх, а вот знаете что, или он наоборот инициирует эту травму. Как только священник какой-то проводится, со всех сторон на него бросают, все и рвут на счастье. Это все отзывы идут. Я отзывы не все просчитал, там 675, а большие отзывы, но больше сотни просчитал. Ни одного отрицательного нет. Если у меня под роликом, то у меня 99 отрицательный, а один положительный. У нас наоборот. Потому что я говорю о благовестии. В православии бороться против того, кто молится, нельзя. Потому что на этом все стоит. Литургия, вы молитесь, это фарисеи мы, долго молитесь, говорит. Господь говорит, и одежды ваши воскрыли. Это против... А нас он говорит. Но когда я говорю о благовестии, то православие вообще ничего не знает. А как там? А я говорю, если Библию не читает, никому не рассказывал, не исповедовать. Пока не принято за дело. А что исповедовать, когда он не друг Христу? Христос уходит и наказывает. Идите по всему веру. У тебя бывает такое, люди работают на шарфе. Профессионально болеют легкие, там пыль. А у священников профессионально болеют ноги. Лопаются, он на месте стоит. А это не положено, Бог так не сдал. Ноги должны для того, чтобы ходить. Идите по всему миру. И как прекрасные ноги, благорестующих мир, благорестующие благое на горах Израиля. Которые ходят. А он стоит на месте, затекает кровь, лопаются жилы. Священники, если долго служат, они все больные. Больные на ноги. А почему? Последствия нарушения заповедей Божьей. Идите. Христос не сказал, сидите. Этого лигия нету. А идите по всему миру. Как? Дошел до Корчено или до Мамонтова. Дошел до Барнаула или до Лиссабона. Мы так и начинали идти. Батюшка, когда узнал, что мы до Москвы ехали, первое, ну никуда. Он только, батюшка, услышал, безумие какое. Да на нашей машине вы дальше Томска не проедете. А мы вернулись с Москвы. А теперь решили проехать. Проехать до Юргутска, до Байкала. А Игорь Третьяков сидит. Так а так мы можем и до Хабаровска. Я говорю, это путешествие закончат. И сказал слова. Вот на тебе они лежат. И ты поедешь. Да у меня отец там что-то получает. Ты сказал на Хабаровска, поедешь и ты. И он, правда, что они ждали оборудования, не пришло. Он свободен и поехал с нами. А теперь мы дошли до Владивостока. И порт Находка. К Японскому морю выдвинулись. А оттуда вернулись. Следующий год поехали. Мы уже еще дальше. Прошли в Грецию, в Румынию. У Плотниковых, там у Коимчуни, у Марина, с Дмитрием Устиновичем побыли. Как они нас встречали далеко. Какие они хорошие. А дальше он поехал, Дмитрий Устинович провожает. Нас на корабль посадил, когда отгостили у них. А потом пошли до Лиссабона. Франция, Испания. Позади. Скандинавию захватили. А почему? И везде выступать приходилось. И Виктору Николаевичу нашли невесту. Так полюбил, что и Родину забыл. Но не забыл. Вот как дело идет. Ноги прекрасные у благорестующих мер. Не сиди. Сегодня машина в нашем распоряжении. Вот так. Я напишу сейчас. А может быть ответ будет. Ему, конечно, будет приятно. Слуги его скажут. Друзья. Все. Песня. 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 Песня.